Писать каллиграфическим почерком умеет не каждый, но у уссурийцев появился шанс этому научиться. Правда, по-китайски. В Дальневосточном техническом колледже прошел открытый урок каллиграфии. Первыми учениками стали представители общества краеведов, а также преподаватели и студенты. Ни у кого нет проблем с тушью, у всех она открыта, все есть. Каллиграфия, как говорят сами жители Поднебесной, это искусство души. Как человек захочет, так и пишет иероглиф. Главное – вложить в это свои чувства, мысли и эмоции. Тогда и выйдет шедевр. Хотя рассчитывать, что все получится с первого раза, не стоит. Каллиграфия – это искусство души. Там ты сама можешь выбирать любые особенности, то есть как ты хочешь это написать. А в принципе в китайском языке есть стандарт написания иероглифов. Стандарты и правда есть. Каждый китайский иероглиф состоит из черт. Количество их в письменном знаке может быть от одной до тридцати штук. Пишутся они в строго определенном порядке. Тем, кто пришел на урок каллиграфии впервые, только предстоит всему научиться. Наклонная влево, наклонная вправо. Сквозная наклонная влево, горизонтальная сквозная. Екатерина Нестеренко преподает два языка – английский и китайский. Своим ученикам она объяснила, что в традиционном китайском письме есть каноны. Золотое правило – большой формат изображения. Также черты нужно выводить сверху вниз и слева направо. Такие требования восходят к древней китайской философии. Для того, чтобы заниматься каллиграфией, обязательно нужно знать начальные навыки изобразительного искусства, то есть начертания основных графических элементов. Нюансов, как видно, много, но искусству каллиграфического письма может научиться любой желающий. Нужно только решиться и записаться на свое первое занятие. Снова сесть за парту и почувствовать себя учеником. Анна Клыга, Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс.